Шаббат Шалом Многие из вас были там? И это было очень благословенно. Очень. Если вы сейчас сидите и думаете, а почему меня там не было? Почему меня не пригласили? Наверное, по двум причинам. По двум причинам. А, по двум причинам. Наверное, у вас не было прошлой Суббота, когда мы это объявляли. Vielleicht waren Sie не обвесен letzten Самстаг. Или может быть у нас нет вашего контакта. И мы были бы рады вас приглашать. Или мы не имеем контакт с ним. И мы будем вас приглашать. Когда мы говорим по поводу Саббата? Когда мы говорим по поводу Саббата? О чем говорит нам Шаббат? О чем говорит нам Шаббат в будущем? Как вы думаете? В будущем. Да, коротко. О чем говорит нам Шаббат в будущем, если Шаббат в будущем, если Шаббат в будущем. Совершенно верно. Das ist richtig. Jede Woche sind wir beschäftigt. Jeder hat immer was zu tun. И Бог сказал своему народу. Шаббат. Шаббат. Шаббат, шалом. И это уже веками. Это уже веками. Тысячелетиями. 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 Шаббат. Шаббат. Говорит Бог своему народу. Сагт dir Бог zu seinem Volк. И народ Израиля. И народ Израиля. Из года в год. Jahr за год. Тысячелетиями уже. Тысячелетиями. Празднует Шаббат. И весь мир знает. И весь мир знает. Что в этот день. Что в этот день. Что в этот день. У Израиля Шаббат. У Израиля Шаббат. Почему? Почему? Как мы правильно заметили. Грядет его тысячелетнее царство. Да. Как мы заметили. Это кема. и придет Царь Израиля придет на эту землю он придет в Израиль и Израиль ждет своего Мессию, своего Царя. Израиль ждет на своего Мессия. Весь мир, я не знаю, ждет или не ждет, но он придет ко всему миру. Мы знаем, что в Израиле были разные Цари. И мы знаем, что Израиль verschiedene Кюниги вы помните первого Царя в Израиле? Помните, да? У него очень известное имя. Первый Кюниг. Совершенно верно. Саул. Рисчичь. Сауль. Чем он был хорош? Варум, что он был так хорошо? Не слышу. Не слышу. Высокий, красивый? Совершенно верно. Он был высокий, красивый, сильный. Совершенно верно. Он был первый. Про него песни сочиняли. С первого стиха. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, Амаликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщины и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. С ситуацией очень простая. Давид бегал в то время от Саула. Саул гонялся за ним и хотел его убить. И он, Давид, вместе с 600 мужчинами и их семьями, он был тогда в земле филистинской. И однажды он с мужиками ушел в поход. А в это время забрали всех их семьи. И в той же время были все родители просто убиты, но их забрали в плен. Не убиты, не убиты, не убиты, но убиты в плен. Мы читаем дальше. Из третего стиха. И пришел Давид и люди его городу, и вот он сожжон огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывшие с ним, вопыль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Ахинаама, Ахинаама, израильтянка, и Абигаил, из камелия, были убиты, и убиты, и убиты. И было около 600 мужчин. И было около 600 мужчин, примерно 600 мужчин. Если у каждого было по одной жене, у Давида две. Плюс дети, двое, к примеру. Мы говорим по минимуму, это около тысячи, полторы, две тысячи человек. Это по минимуму. И вот больше тысячи человек увели в плен. Мужики пошли вместе с Давидом в поход, и вот они вернулись, и никого нету. Первая реакция мужиков, кто виноват? Первая реакция мужиков, кто виноват, или кто виноват? Сейчас мы прочитаем. Шестого стиха. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид авиафару священнику сыну Ахимилехову, принеси мне эфот, и принес авиафар эфот к Давиду. И попросил Давид Господа говоря, преследовать ли мне их это полчища и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимишь. Ахимилех. 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 И в этом разница между Давидом и Саулом. И здесь мы видим, что Давид и Саул. Давид знал, кому он приходил в тяжелые ситуации. Давид знал, к кому он приходил в тяжелые ситуации. Он знал, как общаться с Богом. Он знал, как общаться с Богом. Он общался с ним. Поэтому... ... он был в твоей общении. И когда он ответил ... Давид древес Ecoш. Давид дал видеокёзно, но هو его сов intense. И это что... Дальше мы читаем еще два стиха. 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 Они встали и пошли в поход, чтобы вырвать свои семьи из рук врага. Дальше мы читаем еще два стиха. 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 Но он упала на Бога. Не на человека. Он верил в то, что в его жизни будет происходить чудеса и будет происходить дальше. Дальше мы читаем еще два стиха. Дальше мы читаем еще два стиха. Дальше мы читаем еще два стиха. он три дня не ел они его накормили и спросили о том войске, которое угнало их семьи он им рассказал он им рассказал и вот Давид пошел туда, где были их семьи дальше мы читаем шестнадцатого стиха и он повел его и вот амаликитяне рассыпавшись по всей той стране едят и пьют и празднует по причине великой добычи которую они взяли из земли филистинской и земли иудейской и шла их до вечера до вечера до вечера до вечера до вечера и не отверстия до сих пор и отне у Давид все, что взяли амаликитяне и обеих жених отне у Давид и взял весь мелкий крупный скот и гнали его пред своим скотом и говорили это добыча Давида там было больше тысячи человек там было много тысячи человек они не потеряли они все живые вернулись домой они все живые вернулись домой они были house NIH 19 стих, и не пропало у них ничего. Все возвратил Давид. Also, die haben nichts verloren. Alles hat Давид wieder zurückgebracht. Когда мы говорим о том, что Давид прообраз Мессии, точно так же и с Мессией, с Ешуа, каждый, кто придет к нему, не будет потерян. Он сделает все возможное, чтобы вы жили. Я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали еще несколько, не с по этому поводу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна на 10 главе. Мы будем читать 22 стиха. И место, которое мы читаем, вам очень известно. Я очень люблю летом читать про зимние праздники. Потому что праздники, которые мы будем сейчас читать, в это время, когда на улице такая жара, это Ханука. Итак, мы читаем 22 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иешуа в храме в притворе Саламоновым. И Иешуа шла в храме в притворе Саламоновым. И Иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебя держать нас недоумение? Если ты Мессия, скажи нам прямо. В празднике Хануки вспоминали о том, как было восстание. И как пришла свобода на земле. И как пришла свобода на земле Израиля. Это были такие Мессии того времени. Это были такие Мессии того времени. И современные Иешуа тоже ожидали освобождения от Римлян. И они не спрашивали его. И они спрашивали его. И они спросили его. Может ты принесешь свободу? Может быть ты Мессия? И что он ему говорит? И что он ему говорит? Иешуа ответил им в 25 стихе. Я сказал вам и не верите. Дела, которые я творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите. Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. И дальше он говорит по поводу овец. И он говорит по поводу овец, которые принадлежат ему и не к нему. 27 стих. 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их. И они идут за мною. И я даю им жизнь вечную. И не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Он говорит по поводу овец. Он говорит о том, что те, кто его слушают, не доверяют ему. И вы были бы мужчиной. И вы были бы мужчиной. Потому что здесь написано, скорее всего, обращение к мужчинам, которые там находились. Яшуа sagte das wahrscheinlich к евреям, которые там находились. К мужчинам. И он говорит им. Я вам все сказал. Я вам все сказал. И вы видите, как я живу, и что я делаю. И вы видите, как я живу, и что я делаю. Его дела и то, что он говорил, говорили о том, что он Мессия. Also, seine Werка haben schon darüber gesprochen, dass er ein Мессия ist. Наши дела и то, что мы говорим, должны говорить о том, что мы его офцим. Unsere Werke und alles, was wir machen, soll so zeigen, что мы и то, что он говорит здесь. И это то, о чем он говорит здесь. И это то, о чем он говорит здесь. И это то, о чем он говорит здесь. В 28 стихе еще раз мы читаем. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Я и отец одно. И это время, все евреи, которые там были, вообще еще проснулись, если кто-то спал, когда он это сказал. Ну, потому что это было для них огромное богат都是, что он говорил. Никто вас не похитит из руки его. Никто не похитит из руки отца. Никто не похитит из руки отца. Никто не похитит из руки отца. А дальше кроме того, что он говорит о его божественности в 30 стихе. Но он также говорит о том авторитете, которую он имеет. Авторитет от отца. Силу, которую он имеет. Крафт, которую он имеет. И Власть, которую он имеет. И Махт, которую он имеет. О чем мне лично говорят эти стихи? И эта история, которую я вам сегодня рассказал. Я хотел бы нас вдохновить, молиться о наших родных и близких. Точно так же, как Давид пошел и боролся за свою семью. И никто не погиб. Я хотел бы нас вдохновить, молиться о наших родных и близких. Я хочу, чтобы Иешуа послал их сердцем. Чтобы Иешуа послал на встречу кого-то, кто мог бы им ответить на их вопросы. Потому что чаще это бывает лучше с чужим человеком, чем с родным. Dass Иешуа jemanden к ним шекет, чтобы он ответить вопросы. Молиться о том, чтобы, может быть, их жизнь или ситуации в их жизни сложились так, чтобы было это желание искать Господа. Молиться о том, чтобы Дух Святой коснулся их сердцем. Чтобы их сердцем были наполнены одним единственным чувством и желанием. Чтобы их сердцем были наполнены одним единственным чувством и желанием. Сказать Господу, прости. Задача CB�! «Можно было бы здесь поставить точку?» Можно было бы здесь поставить точку. Но я начал сегодня с Шabbата. И Шаббат, мы говорили о том, что он указывает на грядущего Мессию. Я хотел бы с вами прочитать все-таки одно место, еще из книги Откровений. Из 19 главы, с 11 стиха, место, которое говорит о том царе, который грядет в этот мир. Это место, которое говорит о том царе, который грядет в наших родных и близких. И о том царе, который грядет в этом мире. И который грядет настоящий Шаббат здесь в этом мире. Да, и он будет настоящий Шаббат, здесь. Also 19. Kapitel, 11. Vers. И увидел я отверстое небо, и вот белый конь, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И у него как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Обличённых в весон белый и чистый. И из Узжи его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И из его мозга идет шарф, чтобы он с ним расширить, чтобы он с ним расширить, и он с ним расширить, и он с ним расширить. И это время придет скоро. И мы будем там с вами. И мы будем там с вами. Как его овцы. С ним расширить. Я хотел бы вас вдохновить, чтобы вы сейчас не проходили. Я хотел бы вас вдохновить, что бы вы сейчас не проходили. Какие трудности вы сейчас не проходили. Об их Schwierigkeiten habt. Следуйте за ним, как Давид. Обращайтесь лучше к Господу, чем к людям. Вендите их к Богу, а не к людям. К людям тоже нужно обращаться. Also к людям тоже можно обращаться. У советующихся мудрость написано в Библии. К людям, да? К людям тоже нужно обращаться. Да. Но в наших с вами ситуациях в жизни, прежде чем вы пойдете к человеку, найдите время и пообщайтесь хорошо с Богом, findet ihr die Zeit, mit dem Gott in Gemeinschaft zu bleiben. Сейчас я попросил вас подняться, чтобы мы могли вместе помолиться. Jetzt könnt ihr aufstehen, и мы будем zusammen betать. Отец, Господь и Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Усер Ватер, Бог Авраамс, Исаак и Иакус. Благеслий нас. Сегни нас. Наши хождения с тобой. Усер Ампесен, Хатмпиа. Благеслий наши жизни. Усер Ампесен, Хатмпиа. Благеслий, чтобы это было видно по делам, что мы твои овцы. Сегни нас, в наших сетях, сетях мы, что мы свои овцы. Чтобы под нашим словом было видно, что мы твои овцы. И все, что мы говорим, что мы свои овцы. Мы можем тебя просить, чтобы ты коснулся наших родных и близких. Мы битим, чтобы ты нашу Фамилию берешь. И те, кто еще не знают тебя, прикоснись к их сердцам. И те, кто еще не знают тебя, прикоснись к их сердцам. Мы молим тебя просим, чтобы дух твой святой коснулся их. Мы битим, чтобы ты его овцы. Их битим. Ты придешь скоро. Ты kommешь скоро. И ты установишь Шаббат на этой земле. И это будет dein Шаббат на этой земле. Начиная с Израиля, по всему лицу земли. И каждый, кто придет к тебе, не будет потерян. Он будет не потерян. Потому что ты это обещал. Никто не вставит из руки твоей. Кто не верет из руки отца. Никто не верет из руки отца. И если какая-то овца где-то падет другим путем, ты пойдешь и вырвешь из руки врага. И ты идешь и вырвешь из руки врага. Мы доверяем тебе нашей жизни. Мы верим тебе нашу жизнь. Жизни наших родных и близких. В жизни нашей семьи. Во имя Ишуа. В имя Ишуа. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok